Программы фонда моногородов, сельское хозяйство и туристическая сфера. Так определил точки роста Мариинско-Пасадского района в Рио-Главы Чувашии во время обсуждения проблемы муниципалитета. Мариинский посад и район называют одним из туристических центров республики. Здесь находится более 60 исторических памятников. Задача, по словам Олега Николаева, сделать так, чтобы туристам здесь понравилось и они захотели вернуться. Старая пристань уже давно канула в лету и теплоходы перестали заходить в старинный Волжский город. Нужен новый причал, а заодно и благоустроенный пляж. Да и сама набережная, где сосредоточены объекты культурного наследия, тоже должна быть реконструирована. Техзадание у нас подготовлено, сводный смертный расчет подготовлен. Более 19 миллионов денег требуется. На само строительство причальной стенки около 60 миллионов. Проектным работам уже деньги решены и вам, и Козловке. Мы принимаем решения, выделяем вам деньги на проектную работу, поэтому начинаете процедурую аукционов. Еще одно перспективное направление – развитие производства по программе фонда моногородов. Предприятие «Морпосадкабель» сейчас прорабатывает инвестпроект по созданию новой продукции, которая поможет вытеснить с российского рынка китайскую. В течение четырех лет планируется выход на полную мощность. В ближайшее время состоится презентация проектов всех моногородов Чувашии, в том числе и этого предприятия. Есть такая программа по моногородам, что там выделяются деньги, ну, как можно сказать, 250 миллионов на срок на 15 лет, под 0% только нужна гарантия банка. Вот такой проект есть именно, ну, вот производство. Будет стабильная экономика, будет развитие и социальной сферы. В районном центре скоро появится новая школа на 375 мест и стадион. Старые постройки еще 1953 года не отвечают ни нормам САМПИНА, ни нормам безопасности. Это лишь малая часть тех предложений, которые должны войти в пятилетний план развития муниципалитета. За этот период в районе хотят реализовать 28 инфраструктурных и 7 коммерческих проектов. Главная цель вот такого рода поездок напрячь нас самих всех с тем, чтобы эти программы или задачи, которые будут входить в эту программу, были вот на текущий момент, ну, такими кажущимися, может быть, даже невозможными для реализации. С тем, чтобы мы, когда дойдем до рубежа через пять лет, чтобы получили совершенно иную картину существования или жизни Чувашской республики. А вот строительство блочно-модульных котельных на совещании продолжили не откладывать на пять лет. При правильном подходе их можно запустить уже к сентябрю 2021 года. Пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике муниципалитета. Бюджет недосчитается более 30% поступлений. В районе не хватает средств на реконструкцию сетей и ремонт дорог. Одно из возможных решений – бюджетный кредит. А во втором полугодии на компенсацию потерь от коронавируса муниципалитеты начнут получать дотации из бюджета. Татьяна Иванова, Андрей Шоклев, Республика.